В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Полиция начала уголовное производство по факту кражи лавовых плит с улиц Одессы. Заявление подали активисты общественной организации «Зеленый лист». Городская власть забыла про реконструкцию фонтана на Греческой площади. Прекратить буксирное рейдерство требует у Министерства инфраструктуры, профсоюзной организации морских торговых портов. По данным Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, на утро 29 июля в Одесской области зафиксировано 73 новых случаев инфицирования коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Одесской области – 3104. Эпидемические показатели, необходимые для ослабления карантина, не соответствуют критериям Минздрава в 10 областях страны и среди них Одесская область. Так, в нашем регионе превышена динамика заболевания COVID-19. Этот показатель составляет 10,83% при норме 10%. Прокурор Одесской области Максим Вихар не прошедший аттестацию уволен с 28 июля на основании решения кадровой комиссии. Соответствующий приказ подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сославшись на пункт 9 ст. 51 закона о прокуратуре Украины. Основания для увольнения обозначены в приказе решения 11 кадровой комиссии. Максим Вихар не согласился с решением аттестационной комиссии и подал иск в Одесский административный суд. Соседание назначено на 17 августа. Кроме этого, 24 июля в качестве обеспечения иска суд приостановил действия решения комиссии. Напомним, Максима Вихара назначили на должность 30 сентября прошлого года. На реализацию программы «Безопасный город» за три года из городского бюджета выделено почти 309 миллионов гривен. Из них 47 миллионов достались силовым структурам, которые, как известно, и без того получают щедрое финансирование от государства. Об этом говорится в отчете о выполнении программы, опубликованном на сайте Горсовета. Как сообщают, украинская служба информации больше всего получила полиция – 23 миллиона 400 тысяч гривен. В частности, на эти деньги был оборудован комплекс видеофиксации. За них же проводились ремонт и техобслуживание патрульных «Тойота Приус». За деньги городской казны был оплачен ремонт здания управления патрульной полиции и куплена офисная мебель для него. Кроме того, город выделил полицейским 140 тысяч гривен для выпуска брошюр и информационных табличек. Не обделили и областное управление СБУ. Из городского бюджета на нужды спецслужбы выделили 15 миллионов гривен на покупку транспорта, компьютерной техники и программ, а также бензина. Военных тоже не обделили. В общей сложности они получили 8 миллионов 600 тысяч гривен. Часть этой суммы – более 6 миллионов гривен – направили Южному территориальному КЭУ на капремонт казарм и строительство прачечной и бани в военных городках. Еще 2 миллиона 200 тысяч гривен доставили двум военкоматам. Средства пошли на закупку стройматериалов, компьютеров, мебели, кулеров для воды и даже коврового покрытия. Внушительную помощь получила муниципальная варта – почти 70 миллионов. А вот на нужды спасательно-водолазной службы, которая является коммунальным учреждением и не получают госфинансирование, по программе выделили всего лишь каких-то 2 миллиона 600 тысяч гривен. Кстати, выделение средств по программе «Безопасный город» не раз подвергалось критике со стороны депутатов городского совета. Все, что плохо лежит, воруют везде. В Одессе воруют и то, что лежит хорошо. По заявлению активиста в общественной организации «Зеленый лист», полиция начала уголовное производство в связи с кражей лавовых плит на улицах города. Кража вулканических лавовых плит одной из достопримечательностей Одессы стала распространенным преступлением. Городская власть до сих пор не провела инвизиализация историйного покрытия. Не исключено, что это делается преднамеренно. Еще три года назад было начато расследование по факту продажи вулканических плит через интернет. Но дело не дошло до суда. Воровство продолжается. Общественная организация «Зеленый лист» напомнила чиновникам мэрии о необходимости сохранять историческое наследие. Мы заключили договор с этим самым штатингом охраны и обследовали около 10 улиц. Пересчитали эти плиты, там составлены акты и добились возбуждения уголовного дела, поскольку плиты исчезают постоянно. Начало нового уголовного производства не дает гарантии привлечения виновных к ответственности. Их нужно еще поймать. Вопрос в том, как предотвратить кражу плит. Об этом должна позаботиться городская администрация. Городская власть в своем репертуаре. Пообещать пообещали, а сделать забыли. Например, как в случае с реконструкцией фонтана на Греческой площади. Еще в сентябре 2018 года КП «Сервисный центр» пообещала провести реконструкцию устаревшего фонтана на Греческой площади. Такое решение было принято в ходе заседания исполкома Одесского городского совета. Еще тогда было сказано, что существующий фонтан на Греческой площади пришел в негодность в силу возраста. Кроме того, он уже не соответствует времени. В этом году мы разрабатываем проектно-сметную документацию, чтобы уже с нового года начать работу и весной ввести фонтан в эксплуатацию, заявил чиновник. Однако, какой именно весной чиновники хотят ввести фонтан в работу, все еще остается под вопросом. Ведь с момента громких обещаний прошло уже два года. И все это время туристическую Одессу центр города уродует сломанный фонтан. Кстати, на проект нового фонтана из бюджета города выделили 180 тысяч гривен. Мы узнали отношения одесситов и гостей города к забытым фонтанам. В зелени хотелось, фонтанчиков хотелось, чтобы было красиво, прохладно и уютно. Как вы считаете, кто должен контролировать, чтобы такого не было и фонтан у нас в центре? Ну, я так думаю, что есть какое-то коммунальное предприятие, ЖЭКи, ДЭЗы, которые должны, это их территория. Вот они же хотят получать свои возвраты эксплуатационных расходов за воду, которую они не тратят, за уборку, которую они делают из-за помещений, даже вот у нас как кафе. Это они все хотят, а контролировать ничего не хотят и делать ничего не хотят. Вот они уже два года не работают, вы считаете, это нормально вообще? Нет. Для чего тогда построили этот фонтан? Для того, чтобы он просто стоял и без воды. То есть вам было бы комфортно? Ну да, это же все-таки центр, должно быть красиво тут. В центре Одессы фонтаны в нерабочем составе? Конечно, они нормально, всегда работали. Они уже вот сколько, почти два года? Ну, наверное, где-то так, да. Вот вам бы хотелось, чтобы они были рабочими? Конечно. А как же? Конечно, сейчас туристы приезжают и что они видят? Вот такой вот розовый, не знаю даже, как это назвать. Я не понимаю, почему они не работают, честно. Они же работали в другие годы. Так что, конечно, нужно это делать. Для города прежде всего. Пройдет ли в ближайшее время реконструкция фонтана на Греческой площади, неизвестно. Сколько еще денег будет списано на пустые обещания, никто не знает. Ясно только одно, что доверять стоит реальным делам, а не громким словам и пустым обещаниям, которыми кормит одесситов нынешняя городская власть. Трудовые коллективы украинских морских торговых портов выступили в защиту своего флота от посягательств частных компаний. Профсоюзные организации требуют у государства положить конец буксирному рейдерству. Причиной очередного конфликта портовиков с Министерством инфраструктуры стало передача частному бизнесу наиболее прибыльных структурных подразделений и функций государственных предприятий, в том числе проведение швартовых работ. У государственного стеридора под давлением сверху берутся в аренду один или часто просто один буксир, который заводится в акваторию другого порта. Арендная ставка смешная. Этот буксир начинает через агента, которые рождаются как грибы. За последние полгода в акватории Николаевского порта родилось более шести таких агентов. И вот эти агенты нанимают вот этот подобный флот. Этот подобный флот начинает выполнять швартовые работы в портах. При этом они никоим образом не подчиняются начальнику порта, то есть главе местной администрации, который, согласно законам морских портов, отвечает за безопасность мореплавания в акватории морского порта. По мнению портовиков, сотрудничество чиновников профильного министерства с иностранным бизнесом уже имеет признаки тяжкого уголовного правонарушения – преступления против государства. Есть системы откатов, системы коррупции, которые крышуются на самом высоком уровне. Последней каплей было то, что 17 июля в 19 часов 48 минут в акватории морского порта Черноморск зашло два буксира, которые принадлежат гонконгской компании «Хэнвард». Мы предоставили министру реестр из Гонконга и показали, что эта компания на 100% принадлежит государственному предприятию «Новороссийский морской торговый порт». У них на борту должен был либо висеть флаг Российской Федерации, собственника, понимаете, но ни в коем случае не порт приписки Одесса и Украина. 24 июля представители профсоюзных комитетов Одесского и Черноморского морских торговых портов провели митинг у Министерства инфраструктуры. Руководитель ведомства Владислав Хриклий не вышел к участникам акции. Обращение на его имя с требованием соблюдения законодательства передали другому чиновнику. Портовики поставили министру условия в течение недели отреагировать на ситуацию. В противном случае они примут свои меры. Мы предупредили министра, мы будем писать официальное заявление в РНБО, командующими военно-морскими силами, командующими пограничными войсками Украины, службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро. Будем обращаться с заявлениями в СБО о совершении преступления, предусмотренное Уголовным кодексом, как государственная измена. На момент проведения пресс-конференции до окончания срока ультиматума портовиков остался один день. Министерство инфраструктуры не реагирует. Значит, заняться наведением порядка в портах должны будут правоохранительные структуры, если следовать нормам закона. Фотографии известного украинского тревел-фотографа Евгения Самученко в Варшаве. Его работы выставлены в витринах здания посольства Украины, сообщает интернет-издание Культурометр. В импровизированной фотовыставке размещено более десятка фотографий Евгения Самученко с красивыми пейзажами Украины. Возле каждого фото размещен QR-код, наведя на который можно получить информацию о месте, где сделан снимок и о фотографии, а также посетить страницу его галереи. Еще один рестайлинг посольства Украины в Польше. Популяризуемую творчесть украинских фотографий и прекрасные места Украины. Welcome to Ukraine. Написал на своей странице в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещиця. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу kruk.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 30 июля в Одессе солнечно. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-23 тепла, днем 28-30 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова